Музыка Успех новоуральцев – гордость города. Немногие знают, что в городской гимназии несколько дней отсутствовали двое учителей. Они ездили в Заречный Пензенской области. Там проходил финальный этап всероссийского конкурса проэта «Школа Росатома». Новоуральские учителя в течение двух дней боролись за титул мэтров педагогики. У городской гимназии снова праздник. Педагоги Галина Девятайкина и Екатерина Патрахова вернулись из Заречного с победой. Мы, конечно же, переживали за Галину Леонидовну, поддерживали ее. Болели на каждом этапе, голосовали, смотрели видео. Мы очень гордимся Екатерине Тойной, и мы обещаем, что никогда ее не подведем. Екатерина Патрахова – учитель начальных классов городской гимназии. Дети отзываются о ней с теплотой. Малышей не обманешь. Это дорогого стоит, когда мальчишки и девчонки не просто уважают педагога, а доверяют ему и любят. Наша учительница очень добрая, красивая. И благодаря ей наш класс стал сплоченным, очень сильным. Мы всегда поддерживаем друг друга. Екатерина Анатольевна помогает решать наши проблемы класса, готовит какие-то мероприятия вместе с нами. Она отводит нас на какие-то разные конкурсы. Мастер своего дела, она нашла подход каждому из учеников, хотя у нас очень много, 27 человек. Когда она приехала с конкурса, мы ей очень радовались, поздравляли, хлопали ей. Наш класс умный, терпеливый, сдержанный. Всегда никогда не дерется, и всегда она уходит в общий язык с другими. Переживали ученики, родители и даже семья. Дочь Екатерины Патраковой Елизавета учится здесь же, в городской гимназии, в 11 классе. Для Лизы мама всегда лучший наставник, советчик и помощник. Какое бы место на конкурсе она не заняла. Я не сомневалась в том, что мама победит в конкурсе, потому что она очень готовилась, она читала. И шла не за победой, а за тем, чтобы повысить свой интеллект. Мама не спала ночами, читала, писала. И когда мы уезжали, мама уезжала, то мы ее провожали. Не желали ей удачи, потому что боялись сглазить. И когда мама позвонила, то мы уже всей семьей выдохнули. Слава Богу, все, мама едет домой. Екатерина Патракова не только победила в конкурсе школы «Росатома». Она еще и третья в рейтинге лучших российских педагогов. Вместе с дипломом победителя проекта учителя получили денежную премию в размере 150 тысяч рублей. Это стало хорошим подспорьем для решения житейских проблем, стесняясь, говорит учитель. Правда, на конкурс шла не за победой, а за бесценным опытом. В роли победителя, с одной стороны, очень радостно, очень приятно. И я не устаю повторять, что эта победа не только моя. Это победа всего образовательного нашего учреждения. Это победа гимназии, потому что ту методическую помощь, которую оказывали и коллеги, и администрация, ту психологическую поддержку, которую оказывали окружающие люди, это, конечно, и те условия, которые нам были созданы администрацией, конечно, все это помогло достичь этого результата. Ну, это вот с одной стороны радостно, но с другой стороны, это ответственность. Потому что я понимаю, что теперь все, что мной было получено на конкурсе, что я там смогла сделать, я каким-то образом должна преломить и в свою работу это внедрить. И, наверное, не только в свою работу, а в работу и коллег из школы. Увидели, что пишем печатными буквами, потому что Настя сказала, как легче воспринимается информация. Для Галины Девятайкиной учитель не просто профессия, а образ жизни. Ее педагогический стаж более 25 лет. Каждый год наград у нее становится все больше. Только в проекте «Школа Росатома» она участвовала не один год. В 2013 году победила в номинации новичков, а в 2014 участвовала в проекте в качестве эксперта. А в этом году стала лучшей в номинации мэтров, владеющих эффективными технологиями реализации в год уровней общего образования. Она очень добрая, очень заботливая. У нас всегда очень интересные уроки. Она старается, чтобы это были не обычные уроки, а какие-то интересные в какой-то иногда игровой форме. Очень интересно, мне нравятся русские литературы. Все познается в сравнении. За мои неполные 11 лет обучения учителей русского языка и литературы у меня было немало. И поэтому я с уверенностью могу сказать, что Галина Леонидовна действительно лучшей из них. Проявляется это во всем. Она строит уроки свои таким образом, что каждый новый раз на них охота прийти, узнать для себя что-то новое. Когда узнали, что она приехала с победой, какие чувства испытывала класс, который у нее учится? Мы, конечно же, радовались, гордились, что у нас преподает такой учитель. И мы даже были счастливы, что она победила. На победу какого-то конкретного учителя, я думаю, что работает весь педагогический коллектив. Работает администрация. Огромное спасибо директору, который не запрещает нам участвовать в конкурсах. Огромное спасибо завучам, Залецкую Антонину Викторовну. Я благодарю прямо персонально Елену Михайловну Сенкину, потому что они с нами работали и на этапах подготовки программы, и на этапе подготовки онлайн-занятия. И когда проводили мы это онлайн-занятие, мы тоже чувствовали их надежное плечо. Они хоть и не могли говорить в эфир, но они всегда были рядом с нами. Проект «Школа Росатома» для Галины Девятайкиной – это уже встреча близких друзей. Хотя поработать на конкурсе в этом году пришлось не меньше других. Для выполнения одного из заданий нужно было подключить через интернет коллег по работе и школьников. Это при том, что учителя-коллеги днем на уроках, а дети в это же время готовились к Олимпиаде по русскому языку. А сетевое задание выполнять надо. Все, видимо, получилось. То есть мы, конечно, баллы не видели, как нас оценили, но получилось. У меня получилось даже подключить еще выпускников из Москвы, из Владивостока, из Екатеринбурга. Мы проектировали наше помещение классное. То есть мы хотим его переоборудовать уже в соответствии с новыми требованиями. Ну, понятно, что это вот работа такая на перспективу, но тем не менее у нас задумки с ребятами уже получились. Секрет успеха – это поддержка коллектива или секрет успеха – это профессионализм? Или все вместе? Секрет успеха – это умение работать, много работать. Это, ну, наверное, определенные все-таки данные, потому что выступать на публику получается далеко не у всех. Это трудно. Учитель может быть уникальным просто, удивительным учителем, когда он проводит урок, когда он работает с ребятами. Он может очень много знать и очень много давать ребятам. Конкурсные условия диктуют немножечко другие требования. И, конечно же, ну вот работа всего коллектива. То есть это вот такое, как аккумулирование, да, вот многих-многих составляющих. В проекте «Школа Росатома» наши учителя принимают участие ежегодно. И ежегодно среди них есть победители. В первый год это были победители. И, кстати, из гимназии победителей ежегодно. В первый год победителем была Кулиш Татьяна Олеговна из гимназии. Второй год – вот Галина Леонидовна Девитайкина. В прошлом году у нас вообще был звездный год. У нас было из города пять учителей, вернее, четыре учителя победителя и один руководитель дошкольных образовательных учреждений. В этом году два учителя – вновь победители. То есть мы ежегодно показываем очень хорошие, достойные результаты. Это говорит о системности работы, о том, что наши учителя – новаторы, они воспринимают все новое и реализуют. Всероссийскому проекту «Школа Росатома» пять лет. И каждый год вместе с учителями со всех российских городов присутствия в Оскорпорации «Росатом» новоуральские педагоги принимают участие в проекте и привозят заслуженные награды. И ежегодно это учителя городской гимназии. Гимназия – территория успеха и высокопрофессиональных кадров. Новоуральская гимназия, она в течение многих лет выигрывала в различных конкурсах учителя, прежде всего. И, конечно же, сами учителя продемонстрировали высочайший уровень подготовки, профессионализма. Ну и поэтому они оказались в этой сети. Поэтому, конечно же, уровень высокий. Школа имеет не просто свое лицо, а серьезные традиции, которые она могла бы похвастаться перед всеми школами России, потому что не все это умеют делать, то, что делается здесь. Новоуральские учителя в начале декабря ездили и в резиденцию губернатора Свердловской области за еще одной наградой. Евгений Куйвышев вручал премии лучшим педагогам-новаторам. Среди 18 учителей из области два новоуральских учителя – Галина Девятайкина из городской гимназии и Наталья Толочко, гимназии номер 41. Ни в какой другой профессии нет такой самоотдачи и такого душевного и созидательного отношения к своей работе, как профессии учителя. От всей души благодарю вас за чуткость и внимательность, умение найти подход к детям, максимально раскрыть способности каждого ребенка. Сегодня в Свердловской области мы достаточно на протяжении многих лет уделяем пристальное внимание всестороннему развитию системы образования – самого большого и важного элемента социальной сферы. На ее финансирование ежегодно направляется не менее трети всех расходов областного бюджета. Так в этом году на эти цели было выделено почти 42,5 миллиарда рублей. Учитель, безусловно, оставляет, пусть и невидимый, но след в нашей душе. Все мы помним своих педагогов и наставников, сколько бы лет не прошло после окончания учебного заведения. Недаром говорят, что школа – второй дом, а учитель – вторая мама. От усилий педагога, безусловно, и родителей тоже зависит будущее наших детей, наше будущее. Успешный учитель – это успешный ученик. В этом заключается формула школы успеха. Ведь, как утверждал Дестервек, самым важным явлением в школе, самым поучителем предметом, самым живым предметом для ученика является сам учитель.